Забытых паролей больше не будет. Теперь на все государственные порталы можно будет войти под единой учетной записью. Подтвердить действия при получении той или иной услуги можно электронной цифровой подписью. У кого нет подобной возможности, могут приобрести ее бесплатно. О том, как государственные услуги стали еще доступнее, в репортаже Бекомата Санбекулу. Разработку госпредприятия Тюндук можно назвать ключом от всех дверей. Благодаря единой системе идентификации и аутентификации больше не нужно регистрироваться на сайте каждого министерства отдельно и запоминать кучу логинов и паролей. Для получения различных государственных услуг можно воспользоваться единой учетной записью. Самое главное, нет необходимости хранения разных логинов и паролей. То есть человек достаточно помнить и хранить в сохранности одну учетную запись, логин и пароль, и он с помощью нее сможет входить в разные системы. Для работы системы требуется разовая процедура регистрации. Можно воспользоваться считывателем чипа ЕАД паспорта, либо электронной цифровой подписью. Расширяется этот перечень, поскольку теперь не только на одном каком-то министерском портале, а теперь на всех министерских порталах и плюс еще на государственном портале электронных услуг можно получить эти электронные услуги. При этом регистрация через электронную цифровую подпись не требует дополнительного оборудования вроде считывателя ЕАД паспорта. Более того, ГРС запустила компанию по ее выдаче на бесплатной основе. Для получения электронной цифровой облачной подписи необходимо обратиться в один из центров обслуживания населения. При себе необходимо иметь лишь паспорт. Здравствуйте. Вся процедура занимает не более трех минут. Код подтверждения поступает на электронную почту заявителя. А вилеме? Третья. Соотечественники, проживающие за рубежом, могут получить электронную подпись во всех загранучреждениях. Она имеет юридическую силу, равно как и традиционная. К примеру, желающие изменить место голосования на выборах депутатов Джоурку Кенеша могут подтвердить действия на портале Центр избиркома. Все это делается за пределами страны. Идет поручение Министерства иностранных дел. Они будут уполномочены идентифицировать граждан, выдавать им облачную электронную цифровую подпись. И через сайт tizme.gov.kg граждане, находящиеся за рубежом, могут оформить подачу форму 2. Это изменение УИКа. Сотрудники Центральной избирательной комиссии подтверждают либо отклоняют заявку по смене избирательного участка. Благодаря электронной цифровой подписи государственные услуги стали еще доступнее. В будущем подписью можно будет воспользоваться и в работе с коммерческими структурами.